что хочет сказать всем доброе утро народ у нас сегодня вторник и как вы поняли сегодня у нас будет просто влог будем с вами гулять общаться и показывать чем мы занимаемся свободное от работы время может показаться что я сейчас уставший на самом деле мы с катей ходили спортзал будем превращать мышцы точнее будем превращать жир в мышцы у нас сегодня супер крутой день почему куда ну да у нас бардак смотрите ребят что значит не показывает не влогеры или кто мы должны показывать как она есть вот я ничего не успеваю у катя кресло новое да и надо убраться вам вчера просто вообще времени нет времени на так бывает когда ты одновременно и работаешь ведешь влог какой-то да youtube деятельность надеваем сандалеты отправляемся в путешествие судя по всему уже поняли что это путешествие будет но одно из них это поездка к черепашкам можно сказать что это поездка благотворительная мы сейчас приедем на место вы все узнаете все вам покажем все расскажем едем мы с нашими друзьями слава богу что утро у нас сегодня дождливая это значит что мы доедем без приключений так все шлем дождевик остальное все у меня все камера с собой аккумуляторы взяли все как надо вот он наш байк модный красивый стильный молодежный последнее время нас очень много разных дел которые выжимают соки такое ощущение как будто мы не улетали на баре как будто мы в москве работаем до сих пор по-прежнему поедем сейчас к черепашкам а вы пока насладитесь красивыми пейзажами покажем вам местный будний трафик не очень как-то плохо презентовал сегодняшний видос много чего не сказал конечно кроме черепах у нас еще будет развлечения в этом видео потому что нас многие смотрят те кто уже находится на бали людям тоже нужно понимать как здесь можно развлекаться как проводить свой досуг в этом видео предлагаем вам просто отдохнуть морально вокруг много всяких проблем и мозгу нужно иногда делать передышку поэтому предлагаем эту передышку сделать вместе с нами ну а теперь точно приятного просмотра мы начинаем я не могла это не показать мы даже специально остановились тут стоит лодка которая полностью сделана из бутылок я такое видела только один раз это на ю тубе она сделана по форме обычной лодки вообще все из бутылок они все сшиты наверно веревками или я не знаю может быть скотчем но вот деревянные единственно вот эти полозья и места для того чтобы сидеть дорога была жаркой и вонючий но все банда в сборе теперь можно идти к черепахам говорят там есть очень прикольное развлечение блин на котором я не хочу вам говорить пока что я вам лучше покажу я уже вам сказал что это что это что-то вроде благотворительности благотворительности для черепашек мы приехали на остров сиранган вроде он так называется я не верю что я правильно ставлю ударение мы тут ни разу не были мы даже не знали что он существует оказывается он прямо около санура то есть мы проехали по мосту и попали вот на этот остров сиранган окей но знаете здесь в общем билетов нет здесь все бесплатно можно донатить деньги донатить можно не только здесь можно еще на наш канал ссылочка будет в описании а вход бесплатный поэтому здесь просто достаточно будет написать своего имени почта и откуда ты с какой страны все я уже есть если честно если честно хочу заговариваюсь снимаем я наверно минут пять пытаюсь найти название но почему-то я его не вижу поэтому я просто напишу его снизу называется это место здесь вот мы пошли вот везде статуи с черепашками ну в принципе все знаете как по местному сделано по балийски вот небольшой навес там даже шрифахи в бассейне и вот огромная статуя а здесь нам сейчас будут на английском говорить что там происходит кстати это такие же черепахи как мы видели на гиле точно такие же вот есть и поменьше и побольше наверное и мальчики и девочки все в одном месте но мы приехали сюда не только посмотреть как они выглядят мы приехали сегодня или не говорите пока не пока не буду говорить это прям это прям мутант но и конечно отсюда не очень хорошо можно разглядеть потому что освещение не очень а сейчас она подходит видимо показать место где черепахи закапывают свои яйца чтобы потом вылупить черепахенки как сказать он там видно да они закапывают и стоят таблички где написано какая черепаха через сколько ориентировочно вылупиться я так понял здесь выпускают да китка подожди вот про это еще что с бассейном сказали значит что всего три вида черепах они сюда собирают черепах которых отобрали у браконьеров либо которые пострадали например от лодок некоторые винт попали вот их потом нашли люди позвонили и вот привезли сюда не выхаживают и здесь они закладывают яйца да это очевидно здесь песок табличка это тоже это для тоже сделано для сохранения и вот эти за этими всеми черепахами следит врач то есть он приходит там допустим наверно несколько раз в неделю не знаю не сказали и осматривает всех пациентов чтобы все было хорошо потому что у некоторых панцирь винтом поврежденный вот они вот одна из черепаха без лапы например черепаха без лапа это грустно но они они после браконьеров либо вот выбросила там после какого-то повреждения на берег например прикольно ну смысле прикольно что я это теперь знаю я чё-то не думал что здесь браконьерит черепах чё с ними делать а вот еще черепахи да они чё по это бассейн здесь говорят что трогать ничего не зима ничего себе ребята смотрите но мое это маленькие черепахи смотрите какие они маленькие и жалко что у меня камера макро не снимает его мою как она классно катается а это черепахи она видимо ски они очень маленькие сколько они сантиметров пять блин да они вот небольшие я вот сейчас руку поставлю для примера вот моя рука вот черепашка вот такой размерами прикиньте тебя в инстаграм отснять да вот эти маленькие милые черепахи я не знал да что они так ну как бы я представлял я не знал что они такие маленькие а еще вот тут вот такая черепаха это просто громадина махина она примерно две трети моего роста мы кстати на гиле я видели примерно таких же но поменьше не но они просто глубоко были да ну и тут черепахи тоже привычного размера из-за того что вода искажает кажется что они все очень плоские на самом деле они не очень плоские а здесь у нас кто есть на черепаха альбинос смотри альбинос или нос у нее такой должен быть да такой но должен быть да да альбинос реально альбинос да она нас она видишь нас да ну да и вот пятнистая огромная привет черепаха наверное пушить ждешь да у нее даже лицо другое видишь привет они наверно очень больно кусают вот таких ни разу не видела ни на гиле ни на бале это вот какой-то видимо редкий вид а вон еще альбинос да да он тоже альбинос только это поменьше поближе подойду чтобы цвета передались вот такая белая черепаха вот этой черепахе 60-70 лет офигительно здоровая я надеюсь вы понимаете примерно масштабы это уже где-то примерно моего роста мы сейчас усыновляем черепашку и пускаем ее в океан нужно было придумать имя черепашки мы назвали ее Танос и нам дали вот такую вот подвеску чтобы запомнить Таноса и сейчас мы должны будем черепашку поймать это кокос наверно да и мы поедем на лодке в какое-то определенное место специально ее туда выпускать какой вот это они такие они просто спят давай бери захват-переход да все, Катя поймала черепаху молодец блин я сейчас заплачу господи ты так мила нам дали сертификат о том что мы точнее получается что я усыновила черепашку и отпустила ее да это сертификат у каждого человека который купил черепашку и выпустил ее классный именной сертификат крутяк а я хочу еще футболку внесла вклад в дело у меня теперь есть сын да Танос да так что кто будет спрашивать есть ли у меня дети да мы купили еще две футболочки чтобы поддержать этот центр черепах поэтому если вы сюда приедете то рекомендую здесь еще немного лодок я еще первый раз на таком пирсе здесь нахожусь вон там можно посмотреть просто тьма и с этой стороны тоже ну мы в общем сейчас на точке для отпускания черепах где-то посреди океана да что-то здесь особо ничего нет вокруг а на вода миксация цвет и не очень нравится цвет какой-то очень нездоровый и грязный нет вот черепаха с которым будем прощаться пока черепаха ооо смотрите первая черепаха пошла вторая блин о прикольно все давай пока черепаха пока маленький Танос ой Танос поедет поплыл в водку да все все отпустили черепаху что Кать как ты рада ааа она уплывала доброе дело сделала это это очень мило здорово что ну так ты может участвовать в жизни черепаха наверху не знаю правда насколько им это надо но эти черепахи получаются рожденные в неволе и их в любом случае пропускали вот так вот все отряд баврят миссию свою выполнил теперь может заслуженно отдохнуть поехать поработать или что или поесть поесть очень вкусно где-нибудь в массе мы продвигаем а это Кирюха знаете его? не знаете? call me k а мы вам потом скажем что Кирюха местное население бабушка работает что-то там убирает в чем заключается благотворительность чтобы отпустить черепашку ты платишь 150 тысяч плюс ко всему ты можешь еще какую-то денежку оставить дополнительно вот если бы они выпускали черепах бесплатно то они бы не смогли получать какие-то деньги на этом заработать а у них нет спонсирования для того чтобы их забирать выращивать кормить и так далее ну да то есть они на эти деньги которые мы платим за то что мы отпускаем черепашку они на это наверное их кормят лечат там ну и сами работают да и еще конечно сотрудникам зарплату платят на сигаренку кушают еще тоже точно ну не без этого здравствуйте всем привет а смотрите вот мы в паркью мы приехали мы приехали заниматься спортом вот к Колизею видите Колизей мы на самом деле мы на самом деле в Риме ладно на самом деле мы хотели показать как проходит наше теперь каждое утро мы ходим с Катей в спортзал разобновили наши тренировки потому что чувствуем усталость у меня начала болеть спина и постоянно напряжены плечи я думаю что это видно наверное даже вот и из-за этого мы решили что наверное пора что-то делать а Руслан чуть-чуть поправился а я пожирнел да не чуть-чуть нормально так пожирнел у меня пузо увеличивается с каждым днем это кстати последствия сидячего образа жизни никогда не сидите лучше стоите лучше стоите лучше стоите да плюс это корона все с нее началось мы перешли на удаленку мы два года уже сидим целыми днями да то есть типа весь рабочий день за компом проводишь ешь 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 никакой активности ну вот ну а вечером тоже вроде бы никуда не хочется уже дома сидишь ну даже даже не спасают уже те поездки которые мы делаем вот именно с вами да то что мы ездим для блога там баги я не знаю да ну в общем даже те активности которыми мы занимаемся постоянно с камерой и без камеры они все равно не спасают потому что сидим мы по 8 часов а иногда 12 поэтому нужно поддерживать как-то мышцы в тонусе и общее состояние и плюс теперь мы встаем там в 7 часов утра и наш день начинается со смузи на соевом молоке плюс ко всему хотели показать просто как выглядит зал здесь какие там тренажеры ну как там в целом обстановочка хочется отметить что зал дорогой мы его выбрали сознательно потому что нам достаточно близко до него ездить все остальные залы они такие с местным уклоном так скажем вот они конечно в два то есть три раза могут быть дешевле но мы решили что раз мы уже заставляем себя идти на спорт то нужно делать это с кайфом здесь конечно темновато вот но я все равно покажу как выглядит зал качки спрашивали меня в комментариях вот пожалуйста вот его название hello ну и вот он сам зал сейчас я проверю я камеру протер да протер в общем здесь такой зал тут преимущественно русское население ну русскоговорящие потому что потому что потому что мы находимся в угуде это первое а во вторых мы находимся в парк ю здесь очень много русских и русскоговорящих ну граница белорусов всех по атмосфере все бегают все работают все занимаются здесь можно привет это слова наш тренер не против кто снимается вы же против это так что здесь есть небольшой бар спортивным питанием ну и в общем здесь тоже у нас кардио там еще зал и здесь силовые установочки стоят тут все качают свои бицухи здесь будет видно теперь у меня внимание еще сфокусировано помимо занятий еще и на камеру лукопихи сегодня силовые нагрузки у меня сегодня кардио в общем вот тренажер здесь можно поднять занавеску там будет вид на джунгли но сейчас солнце бьет в лицо поэтому занавески опущены везде ну и с таким видом можно бежать бежать к худобе ну и салфетку ну и салфетку Оказалось, что то, что мы делали полгода назад в Самуре, а именно просто ходили на тренажеры, это не совсем правильно. Почему? Потому что у нас есть определенные проблемы со скелетом, из-за того, что мы не ведем активный образ жизни, ну и вообще из-за возраста, наверное, не знаю. И нужно вначале разобраться с этими проблемами, отстроить каркас, так скажем, и потом уже добавлять тренажеры. Вот мы сейчас этим и будем заниматься, улучшением состояния спины, плеч, поясницы, и потом уже будем ходить, качать мышцы. Индивидуальные тренировки это дорого, как, в принципе, абонемент в этот зал, это не очень маленькие деньги, ну, по сравнению с другими залами на Бали. И, соответственно, мы занимаемся с инструктором по очереди, то есть один день Катя, второй день я. Когда Катя занимается с инструктором, я иду на кардио, а когда я с инструктором, Катя идет на кардио. Вот, ну а кардио, в принципе, соблюдая технику, просто помогает тебе забросить лишний жирок, пропотеть, да, ну и качается твоя, типа, выносливость, так можно сказать. Занимаемся примерно час-полтора, с девяти до десяти. И как раз пока мы там закончили тренировку, поговорили с тренером, проходит полчаса примерно, и можно как раз пообедать. Кушать! Кушать! Самое любимое! Я после тренировок беру салат с вареной курицей, и потом еще через пару часов уже нормальный обед, там, типа, гречку могу навернуть. Все, теперь нужно помыться, переодеться, ну и дальше продолжать свой день. И вот таким вот, вот таким вот образом каждое утро буднего дня у нас будет начинаться теперь. Не знаю, насколько долго, но я планирую до тех пор, пока... Пока ты не станешь Арнольдом Шварценеггером? Нет, ну пока я не верну былую форму свою. Это способствует хорошему самочувствию. Ну, а теперь позанимались и идем развлекаться. Ну и красивый переход. Слушай, ребятки, а сегодня, сегодня в этом видео мы вам покажем еще, как проводить можно среды. Вчера был вторник, сегодня у нас среда. Мы приехали в очередное супер-пупер необычное место, и я думаю, вам оно понравится, и нам, скорее всего, тоже. Смотрите, у нас с собой шлемы, у нас с собой права. Это значит, что мы сейчас отправимся на путешествие, отправимся в путешествие по джунглям. Да, Катя? Нет, я боюсь. Короче говоря, мы приехали на оффроуд на багги. Как всегда, перед поездкой делюсь своими ожиданиями. Я не люблю экстрим, но так сложилось, что так как мы ведем YouTube, постоянно приходится делать что-то экстремальное и себя преодолевать. Пока сейчас немножко отвлечемся на подсъемы, как, в общем, здесь выглядит территория, где проходит ожидание, запись, чек-ин, так скажем, на путешествие. Сама по себе территория очень приятная, и, если честно, я бы сюда приехала просто даже в кафе покушать. Я, кстати, заметил, что куда бы мы ни приехали с Катей, мы говорим, очень красивая территория, да? Ну, наверное, потому что мы находимся на Бали, и здесь везде красивая территория практически. Вот, но сейчас предлагаю посмотреть, как здесь выглядит вокруг, потому что вокруг здесь все прекрасно. И вот, в принципе, нашел рекламу для вас. Вот название данного агентства, и здесь перечисляется, ну, как бы, перечень того, что у них есть в услугах. И так уж вышло, что у них здесь по соседству есть кофейная фабрика. Ну, как кофейная? Шоколадная фабрика. Скажите мне, что это не повод сюда вернуться и поесть шоколада, или попить какао. Теперь двойное ожидание, сейчас мы ждем, пока мы пойдем на баги, а потом, как мы покушаем вкусного шоколада. Наша команда, отряд Бобрят, извините за то, что камера дергается, держать ее не очень удобно. Вот такие аппараты, на таком поедем. Вот есть двойной, чтобы вдвоем сидеть. Ну, выглядит как тачка, только маленькая. Блин, левый руль. Левый руль, это же очень круто. Нас проинструктировали, показали видео, вот на таком телевизоре. Там есть русские субтитры. Конечно же, показали, как все переворачиваются, что делать нельзя. Да, короче. Ну, нам сказали, дрифтовать можно, разгоняться можно, но используется свой опыт. Но если вы вмажетесь, то будете платить много денег. Сейчас засадимся, будет камера трястись, но попытаемся снять красивые кадры. Ну что же, мы покатались. Я вам скажу, что, наверное, это было не так круто, как квадроциклы и как рафтинг. Я думаю, что это третье место из всех подобных развлечений, которые мы пробовали на Бали. Объясню, почему. Сами баги, на самом деле, не очень хорошо ехали. Для меня было тяжело рулить, потому что там не было гидроусилителя. Вот, потом у меня был какой-то странный газ. С запозданием реагировал баг, с запозданием реагировала машина, так скажем, да. А, ну и да, когда жмешь газ в пол, она не едет. То есть в горку было очень тяжело заехать. Руслан, расскажи, понравилось тебе или нет? Да, вообще, ну, было весело, но я ожидал, что баги будут более мощные. И я бы сами баги сделал бы помощнее, потому что иногда хочется дрифтануть, а мощности не хватает почему-то. Ну, я просто такой заводной в этом плане. Еще мы зайдем попробовать шоколад, конечно же, потому что здесь еще есть шоколадная фабрика. Здесь из шоколада сделаны фигурки, но они очень странные. Как-то это вообще что? Это вообще непонятно, что это. Ему плохо? Вот это да, конечно. Какао растет прямо здесь и готовит его тут. А продают тоже тут, короче, класс. Мы, короче, на диете, поэтому я съем только три конфетки. Маленькие три конфетки и ничего больше. Когда вы приезжаете на территорию, вас сразу же встречают какао-деревья. Вот парковка, а вот какао-дерево. И причем на нем много плодов, и они уже... Это спелые, да, Руслан? Да, ну они скоро будут спелые. Мне кажется, спелые, вот сейчас покажу, пойдемте. Вот как будто у этих уже срок подходит. А, ну да. Скоро они будут готовы. Вот, видимо, предыдущие срезали, наверное. А сейчас покажу зелененькие. А вот как они, когда молодые, они вот так вот выглядят. Такие пипки маленькие. Короче, круто такое. Деревья посадил, снял. Шоколадцы сварил. Все, пока и куда. У нас сегодня путешествие закончилось, да? Мы дальше работать, как всегда. Кот усилий теперь работать.